Ездить на самокате теперь можно не быстрее 25 км в час. Правительство утвердило изменения в правилах дорожного движения. Они касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок. Кстати, эти устройства теперь получили статус средства индивидуальной мобильности СИМ, и движение на них будет регулироваться специальными дорожными знаками. У нас в гостях сегодня начальник отделения пропаганды ГИБДД по Калининградской области Владимир Бегунков. Владимир Владимирович, добрый день. Добрый день. Мы говорим о том, что вступили в правила, вступают в свою законную силу правила для тех, кто пользуется СИМами, и говорится, что скоро будут появляться специальные дорожные знаки. Вот когда они уже будут появляться? Ну да, действительно подписано постановление правительства, которое официально опубликовано, но хотелось бы сразу же предупредить и напомнить, что это постановление правительства вступает в силу с 1 марта 2023 года. Соответственно, есть время для подготовки его исполнения, ввиду ввода некоторых дополнительных знаков. И, соответственно, вот начиная с 1 марта 2023, эти знаки будут уже юридически полностью действовать. Ну, в качестве средств индивидуальной мобильности введена новая табличка, где конкретно изображается водитель, управляющий электросамокатом, и, соответственно, эта табличка будет в соответствующих местах, как и нашего города, так и в других регионах устанавливается, и будет уже соблюдаться водители средств индивидуальной мобильности, также будут соблюдать правила дорожного движения. Что изменится конкретно для тех, кто пользуется этими симами и превышает скорость? То есть теперь сотрудник ГИБДД может просто помахать палочкой, остановить и выписать штраф? Ну, здесь для госавтоинспекции просто как раз юридическое поле создано. Здесь уже мы понимаем, что есть действительно транспортное средство, средства индивидуальной мобильности, в том числе, ну, в основном это у нас электросамокаты. И здесь уже сотруднику, инспектор ДПС, будет легче использовать формулировки при составлении административного материала. И здесь, конечно, вот правила всего четко обозначили, наконец, что движение 25 км в час, не более 20, это вот по тротуарам. Но хотелось бы сразу информировать, что вот средства индивидуальной мобильности, они приравнены к велосипедам. То есть также 14 лет на проезжую часть, если выезжают, то только старше 14 лет имеют право. И, соответственно, все требования, которые открывают велосипедистам. И хотелось бы в первую очередь напомнить, что если вы управляете средствами индивидуальной мобильности по тротуару и создаёте помеху пешеходу, пешеход имеет здесь преимущество. Вы в этом случае должны спешиться и также стать обыкновенным пешеходом. Велосипедисты, автомобилисты, пешеходы, теперь уже и водители самокатов продолжат делить проезжую часть, как это, собственно, было и раньше. Вряд ли какой-то консенсус найдётся, остаётся только какими-то законодательными решениями всё это регулировать. Вот смотрите, когда-то мы жили в эпоху без электросамокатов, а теперь она у нас, собственно говоря, в разгаре. Вот как это усугубило обстановку? Ну, если в части касаемо средств индивидуальной мобильности, здесь единственная проблема в том, что у них достаточно высокая скорость, и не все водители СИМов соблюдают осторожность при управлении. Некоторые не оценят свою ситуацию, все прекрасно видели в соцсетях видео, где женщина, управляя с ребёнком, управляя СИМом, врезалась в семью. То есть здесь вообще шокирующее видео. Поэтому здесь, конечно, от культуры вождения зависит. Есть люди, которые берут на прокат СИМ, аккуратненько едут, ну, в части, в том числе и гости Калининграда, и всё безопасно, ну, едут по тротуарам совместно с пешеходами. То есть здесь всё зависит от культуры именно водителя. Ну, вот здесь как раз-таки и вся соль в том, что те и иные едут по тротуарам, но часто встречаются. Потом оказываются где-то в больнице, либо скорая помощь приезжает. Ну, здесь есть законодатель как раз и предусмотрел скорость до 25 км в час, и масса этого устройства до 35 км. То есть, соответственно... До 35 кг. Ой, да, то есть 35 кг. Соответственно, если эти характеристики превышают, то это устройство должно эксплуатироваться только на проезжей части, и, конечно, требования там уже гораздо более серьёзные. Если мы с вами говорим о электросамокатах, они делятся на две категории, да, есть те, которые выдаются в прокат, и те, которые являются личным средством передвижения. Вот чаще всего в ДТП попадают какие? Ну, в ДТП, конечно, больше всего попадают именно частные средства и дуэрной мобильности. И, с другой стороны, они как бы так в тени находятся, их здесь уже прошить сами, они, сами собственники это дело не ограничивают. Поэтому, да, здесь беспокойство вызывает именно симы, которые находятся в собственности у людей. Ну, то есть все те, которые сдаются в прокат, их программа уже прошита, ты никаким образом не выжмешь из этого самоката больше 25 км в час. Личные, личное дело каждого, да? Да, личные здесь, да, уже характеристики, уже кто покупает. Тут, соответственно, ещё раз хотелось бы напомнить, что если вы ребёнку покупаете, то оцените риски, потому что сразу вы ребёнка на тротуар и на проезжую часть направляете, и здесь уже транспортное средство и риски очень большие. У нас много ДТП, в которых попадают велосипедисты. И здесь вот в данном случае симы приравнятся к велосипедам, поэтому очень аккуратно относитесь к средствам и дуальной мобильности. А уже есть какие-то примеры, когда выписывали штраф тем, кто едет на СИМе? Ну, это постоянно проводится на этом, в том числе и ранее, и в состоянии алкогольного опьянения выявлялись такие водители, и в том числе у нас даже и к уголовной ответственности материал направлялись в суд, привлекали водителя СИМа, который был ранее лишён водительского удостоверения. Поэтому в этом плане всегда работа инспекторами ДПС идёт. Ещё остаётся непонятно, вот из того, что есть в интернете, можно прочитать. На электросамокатах любой массы позволяется ездить по правому краю проезжей части. Но делать это можно только тем, кто уже старше 14 лет, где максимальная скорость движения ограничена до 60 км в час, а также позволено движение велосипедистов. То есть где в Калининграде вот самые такие вот эти вот... Где есть такая проезжая часть, где именно водители СИМов должны ездить по проезжей части? Ну, это в принципе там, где вдоль дороги нет велодорожки, велопешеходной дорожки, там, где отсутствует специально выделенная полоса для вела, тогда уже, да, разрешается правилам дорожного движения эксплуатировать СИМы на проезжей части, правую часть занимают. Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам. Нельзя не сказать про общую аварийную ситуацию в городе и в регионе. На что обращаете больше всего внимания? Ну да, действительно, хотелось бы в очередной раз обратиться к пешеходам и к водителям. Самая вот серьезная ситуация у нас складывается именно на пешеходных переходах, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. Хотелось бы напомнить пешеходам, что пешеход, пешеходная разметка, ну, пешеходный переход не является местом, где обеспечена безопасность ваша. Поэтому и правилами четко прописано, если вы собираетесь совершить движение по пешеходному переходу, в первую очередь убедитесь, что транспорт либо отсутствует, либо вам транспорт уступает. Или вы сможете спокойно перейти по тротуару до приближения транспорта. Очень часто ДТП происходит, когда пешеход выходит на пешеходную дорожку и, несмотря, начинает движение, и, соответственно, водитель не успевает отреагировать, тоже упускает секунды и происходит даже транспортное происшествие. И хотелось бы также к водителям обратиться, что при смене траектории движения, поворот налево-направо, обращайте всегда внимание, вы обязаны тоже по правилам дорожного движения уступить дорогу велосипедистам и пешеходам, которые пересекают проезжую часть, на которую вы сейчас совершаете поворот. Поэтому будьте особо внимательны на перекрестках и на пешеходных переходах. Мы сейчас говорили о регулируемых и нерегулируемых переходах, но нам очень часто слушатели, те, кто читает нас в социальных сетях, присылают фотографии, ну, в частности, с Ленинского проспекта, вот этот участок от моста до Южного вокзала. Восемь полос движения плюс трамвайные линии. Люди почему-то стремятся там каким-то образом пересечь этот участок дороги. Ну, вот, как вам кажется, почему именно там столько много тех, кто пытается без пешеходного перехода? Ну, здесь, конечно, сама еще раз обращусь, что сама культура поведения, культура соблюдения безопасности, именно человек не оценивает риски. У нас реально последнее видео было выложено в соцсетях, тоже на Баранова. Водитель, ой, пешеход решил на автобус пробежать на запрещающий сигнал светофора. Я побежал, думал, что успевает, но, к сожалению, водитель автомобиля на разрешающий сигнал светофора ехал, и произошло дорожно-транспортное происшествие. Поэтому здесь не надо испытывать судьбу, лучше сохранить свое здоровье, жизнь и найти безопасное место. А это именно пешеходный переход. Но еще раз обращаю внимание, только убедиться, когда это безопасно, когда вас пропускают автомобили. Есть сторонники заборов, которые строятся в городе по периметру проезжей части. Есть те, кто против этих заборов. Вам как кажется, насколько эффективны эти ограждения? Ограждения в первую очередь останавливают именно пешеходов к соблазну перейти проезжую часть в неустановленном месте. Потому что не всякий пешеход, так скажем, физически может перелезть через этот забор. Поэтому именно положительное, там, где устанавливается забор, они не просто так, а именно, чтобы ограничить движение пешеходов. А нет в планах именно вот этот участок на Советском проспекте, на Ленинском проспекте оградить? Ну, в данной ситуации я сейчас не готов, но к следующей передаче я информацию предоставил. Хорошо. Детская аварийность, в чем она заключается? Чаще всего, как попадают дети в ДТП? Ну, знаете, банальная ситуация тоже. ДТП последнее разбирали. Ребенок остановился у пешеходного перехода, ему автомобиль, грузовой, фургон уступает движение. То есть, естественно, обзор полностью закрыт, ребенок ничего не видит, что происходит на второй полосе. И вот он почему-то начинает бежать по пешеходному переходу. Все, пробежал, естественно, водитель по второй полосе нарушил правила дорожного движения, стоял автомобиль, он обязан был снизить скорость вплоть до полной остановки. Он этого не сделал, на приличной скорости сбил несовершеннолетнего, естественно, ребенок госпитализирован. Здесь хотелось бы что отметить, что, разговаривая с матерью ребенка, оказывается, она сама так делала. То есть, пешеходный переход, ее пропускает водитель, и она стартует, начинает бежать по пешеходному переходу, несмотря на следующие полосы. Поэтому здесь вот хотелось бы еще раз... Культуры из семьи. Да, то есть, это пример родителей. Поэтому вот хотелось бы обратиться к родителям, что именно только вы сможете донести до детей необходимость и правила перехода по пешеходному переходу. Они простые, подошли, остановились, посмотрели, послушали, что транспорта нет, оценили ситуацию, что это движение безопасно, и только тогда начинать движение. Никак не могу сам ответить на этот вопрос. Город для кого? Для пешеходов или город для автомобилистов? Тоже не буду вам задавать этот коварный вопрос, вы же все-таки пришли в погонах. А вот когда избавляются городские власти от брусчатки на дорогах, таким образом увеличивается скорость, а скорость провоцирует ДТП, вот ваше отношение? Ну, действительно, есть такая статистика, что если увеличится скоростной режим на дороге, то там, к сожалению, бывает повышение аварийности. Ну, соответственно, если есть повышение, мы, соответственно, другие принимаются меры. В части касаемо брусчатки, здесь двоякость, что брусчатка у нас в осенне-зимний-весенний периоды, конечно, тоже неприятности для водителей, то есть коэффициент сцепления очень маленький, поэтому здесь для водителей это тяжело. Но, с другой стороны, стоят знаки, ограничивающие движение, поэтому здесь самое главное соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим. И еще раз, если приближаетесь к пешеходному переходу, обязательно снижайте скорость, а если видите на тортуаре детей, то будьте готовы, что эти дети могут оказаться на пешеходном переходе, поэтому снижайте скорость, уважайте, самое главное, друг друга, пешеход водителя, водителя пешехода. Мы в самом начале интервью говорили о тех, кто пользуется самокатами в городе, и часто они нарушают ПДД и подают в ДТП. Такая вот аббревиатура получилась. Что касается велосипедистов, но они тоже являются такой достаточно частой помехой, что для автолюбителей, что для пешеходов. Штрафуют ли в Калининграде велосипедистов за нарушение правил, и как часто это происходит? Не, ну, всегда сотрудники инспектора ДПС работают всегда по всем направлениям. Если, естественно, выявляется факт нарушения велосипедистам, то велосипедистов обязательно привлекают к административной ответственности. У них тоже предусмотрена статья, 500 рублей штрафа, поэтому здесь в случае выявления обязательно привлекается. Но здесь хотелось бы еще велосипедистам напомнить, что они тоже находятся в ситуации, когда они не в транспортном средстве, под любое падение лечет повреждения. Поэтому особо соблюдать правила дорожного движения, быть аккуратными при пересечении перекрестков, потому что у нас есть водители, которые либо не замечают велосипедистов, совершают поворот, поэтому делать всегда поправку на это, вдруг водитель вас не видит, и, уважая водителя, также продолжать движение. И в части касаемо пешеходного перехода, еще раз напоминаю, что только пешком по пешеходному переходу, если вы не спешились... То чаще всего не соблюдается. Ну, здесь, да, здесь боремся с этим, но у нас периодически ДТП бывает, именно, да, в велосипед, или вот последний случай у нас был на Дмитрия Донского, круговое движение, 29-летний водитель электросамоката, решила проскочить, прямо на видео мы видели, там неожиданно для водителя она оказалась на пешеходном переходе, со значительной скоростью вылетела на пешеходный и попала под автомобиль. Поэтому не надо еще раз искушать судьбу, не надо, и надо беречь свое здоровье и жизнь. Хорошо, спасибо, что пришли. У нас в гостях был начальник отделения пропаганды ГИБДД по Калининградской области Владимир Бегунков.